Ну что, это новый видеоблог-блог. Добро пожаловать к нам домой и сегодня мы расскажем как мы нарядили свой дом к новому году. Для меня это очень волшебный праздник, я фанат нового года. Разные игрушки на наши елки. Это не просто игрушки, которые мы пошли и купили разом супермаркете. Мы их собирали много лет и продолжаем собирать. Да, я надеюсь, что впереди у нас будет еще очень много красивых, крутых игрушек. Начнем с того, что мы не сторонники настоящей елки дома. Это жалко деревья, которые постоят у тебя пару недель, а потом высохнут. У нас искусственная елка, наша красавица. Она с нами уже более семи лет, со времен, когда мы еще жили в съемной квартире. Я недавно мужу отправила картинку, увидела так называемую рождественскую елку. Ее еще также называют иглица. И он мне сделал сюрприз и купил вот это чудо. А чудо это потому, что она цветет на Рождество и сама себя украшает. Она будет у вас зеленой и из каждого листочка выйдет вот такая вот ягодка, которая покраснеет к Рождеству. И на самом деле я всегда наставила на том, что есть чудо, есть волшебство. И вселенная всегда работает. И вот в данном случае я считаю, что рождественская елочка это и есть волшебство. Потому что представьте, начать цвести к Рождеству. Это невероятно. Ягодки невероятно красивые. Не знаю, вам видно или нет. Мы исполнили свою такую маленькую мечту. Настоящую рождественскую елку. Так что у нас теперь две елки. Одна большая, искусственная дуга. А другая живая в горшке. Живая в горшке. Как вы поняли, рассказывать мы будем про самые интересные игрушки, с которыми связаны какие-то удивительные истории, либо удивительные места. Каждая из игрушек, она связана с каким-то необыкновенным местом, в котором мы когда-то мечтали побывать. Начнем с верхушки. Это... Это моя шляпа, которую я года три или четыре назад мы собирались с друзьями на Хэллоуин. И у меня был такой образ а-ля барон смерти. Жена сделала крутую красную ленту и украсила верхушкой эдакий мистер елка. Познакомьтесь, мистер елка. Почетное место наверху под шляпой занимает Дед Мороз, которого мы взяли... Когда путешествовали по Нью-Йорку, мы зашли в один рождественский магазинчик. Мы были на Хэллоуин, но данный рождественский магазин работал круглый год. На Бродвее в Крисмас Тор и там работал китаец. Удивительно, но это правда. То есть на Бродвее, в Хэллоуин, Крисмас Тор в Нью-Йорке китаец работающий. И покупка нами рождественских игрушек. Санта Клаус. Санта Клаус там был куплен и... Вот такие сто долларов. Вот такие сто долларов. Жена, когда их увидела, говорит, слушай... Это символ. Это символ. У нас всегда будут вводиться много долларов, много денег. И китаец понял, о чем мы говорим. И он подошел и говорит, да-да, типа, ну... Да-да, это надо брать, ребята. Вешаете на елку и все у вас сразу хорошо. Налаживается, деньги идут, рекой текут. Ну, а мы, как все люди... Наивные. Наивные, которые верят во все приметы. Ну, думаю, конечно, купим. Повесим их и все. Пластмассовые. Бабки пойдут рекорд, кстати. Хотя они, кстати, не пластмассовые. Они не пластмассовые. Они каменные. Они очень тяжелые. Они очень тяжелые, каменные, сто баксов. И вот этот Санта тоже такой объемный и тяжеленький. Перейдем к нашей балке. Так скажем, рождественскому бревну. Это проверка на то, как вы нас смотрите и насколько вы с нами давно. Потому как эту балку мы привешивали в прошлом году. И я этот весь процесс этап, он был очень смешным, показывала в своих сторис. Вот в этом инстаграм. Реклама. Балка такая она. Спинопласта. Спинопласта. Это панч-балка. Панч-балка. Она выступает своего рода защитой. Защитный буфер от жары, чтобы телевизор не оплавился, когда у нас работает камин. Любовь моя решила украсить веточкой. Вот она гирляндой. В фильмах, в сериалах, во всех этих рождественских, американских. Так красиво. Да и в принципе сейчас много кто наряжает в разных странах мира. Вот таким образом мне очень всегда хотелось. Я мечтала камин на телевизорах для просмотра в кино. Вот такие носочки. Носочки я заказала на Алиэкспресс. Просили рассказать, где мы все это брали. Вот рассказываем. Это просто Алиэкспресс. От данного друга. Помните, да? В недавнем видео мы пошли купить гирлянду. Не прятала вкусняшки. Что-то нам очень интересно там. А ты что к зрителям спиной? Может лицом повернешься? Сейчас все равно интересно скажет. Ой, слышал я эти истории. Мало того, я в некоторых участвовал. Эта история будет рассказана с необычного ракурса. Про необычную игрушку, которую мы приобрели, когда поехали... Тысяча шестнадцатого на 2017 мы встретили Новый год в Финляндии в Раване. Это Санта-Клауса. Мы поехали туда на машине. Поехали на машине. На самом деле это была просто невероятнейшая история. Это сейчас... Очень смешно. Весело. Весело. В тот момент было вообще не весело, потому что мы реально заблудились. С нами еще была сестра. У меня была мечта побывать в семье Санта-Клауса. Это казалось чем-то таким сверхъестественным вообще. Вот. Таким, значит, далеко недосягаемым. Мы, значит, выехали на машине, добрались. И почему-то нам навигатор показал, что нужно через Сокарелью, через лес. И вот, знаете, вот эти вот люди как в фильмах показывают. Ты часто смотришь фильмы и думаешь, почему они такие тупые. Но это же так просто. И вот с нами было точно так же. Мы когда заехали в это охотничье лесничество, там огромными просто буквами написано запрещен ест, тут охотничья зона, тут ледведи, там лоси и так далее. Ну, нет. Вот нам навигатор показывает так. Я причем мужу говорю, родной, тут, наверное, нельзя ехать. Он говорит, ну, навигатор показывает так, мы просто через лес проедем. Ну да, нас совсем не смутило то, что на Новый год все выезжают, так скажем, встретить Финляндию. И мы единственно едем по этой дороге. А машин нет. Меня смутило, кстати. Я тебя не раз спрашивала, я говорю, почему нет других машин. А я такой, да ладно, мы самые хитрые. Мы самые хитрые, мы едем как-то по такой дороге. И, видимо, мы приехали раньше, а мы едем 31-го, прям никто 31-го не поедет. Ага, конечно, когда мы выехали на другую дорогу, потом уже, впоследствии... На правильную дорогу, да. На границе, что все 31-го едут в Финляндию на Новый год. И в итоге, мы в этой Карелии, в этом месте, в этом лесу, в этой охотничьей зоне... Сели кузом. Сели кузом. Кузом просто. И буксуем мы, соответственно... Я, значит, переживаю, что сейчас, может, запросто мы и не выйдем оттуда. И что делает моя любимая жена? Достает телефон и начинает снимать. А что, у меня стресс тоже, я думаю, ну а что? Тогда мы не были еще блогерами, как вы понимаете, но у меня тогда... Я думал, как нам выбраться, а жена думала, как бы это снять покруче. Не то, что даже покруче, я просто тем самым думаю, ну надо запечатлеть, ну как бы мы в такой ситуации, да, как вообще что-то действительно есть. Сестра выбегает, помогает мужу, значит, толкать машину, я сижу и она на меня подходит и говорит, ты тупица, ты будешь нам помогать или нет? А благо, проехала такая же машина сумасшедших людей. Да, нашлись еще одни сумасшедые, он довез меня до ближайшей деревни, я там нашел трактор и нас, слава богу, оттуда вы иди. И когда трактористы приехали за нами, у них был один вопрос, как вы сюда доехали на такой машине, как вы сюда вообще проехали и как вообще, какого черта вы тут забыли. И потом этот один из трактористов сказал, что, ребят, вам реально повезло, потому что тут действительно охотничья зона. И действительно водятся в дикие животные. Да, в дикие животные, а уже смеркалось и было очень страшно. Потом мы когда сели уже, выехали на нормальную дорогу, мы уже вот начали осознавать, что, блин, слава богу, еще, да, вот. Чуть-чуть бы и все. В итоге мы добрались до Финляндии, вот эти вот игрушки мы как раз приобрели именно там. Ну что? Ну что, мы на улице. А вот так выглядит наш дом снаружи. На самом деле она вот такая теплого цвета, желтого, очень красиво и очень круто смотрится со стороны. Мы наряжали сами. Видео вы, надеюсь, видели. Кто не видел, посмотрите. Хотим большую лестницу купить, еще сделать по периметру дома, потому что пока что муж не достает. Здесь у нас конек такой, а там, так как второй этаж, по бокам коньки выше намного. На два метра получается. С нашей лестницей не получается, так как мы все делаем сами. То, хотим купить этот инструмент и доделать, чтобы по периметру, как в фильмах и сериалах, он смотрелся и горел. На самом деле мы как только в наш коттеджный поселок заезжаем, он уже невероятно горит. Но он у нас небольшого роста, да? Такой собравшийся качочек. Из-за забора вот подъезжаешь и тут оконки. Крыша выглядит великолепно. Еще мы украсили вино дверной. У нас сразу здесь. Я здесь ела вот такие полочки. Их тоже хочу доведеть. Я думаю, что в сторис вы будете еще наблюдать до конца декабря. Мне кажется, еще и в январе это все у нас будет здесь. Здесь гирлянда солнечная. Но она тоже горит. Просто из-за прожектора не особо не заметно. Возвращаемся опять домой. А тут кто? Я вообще не знаю, как ты на энтузиазме тут рассказываешь. Пока мы нашли и будем согреваться после улицы. У нас был такой вопрос, на что именно крепим уличную гирлянду. Вот такие вот крепежки. А выглядят они вот так вот. Пластик с гвоздиком. Берете одну гирлянду и берете такую гирлянду, которую можно нарастить. Нарастить. То есть есть гирлянды в описании, там на Вайлдбери, Сазон, не важно где. Пишут, что можно увеличить до стальки-то метров. Также мы наряжали и елку в доме. То есть как я нарядила так, чтобы она у нас так светилась. Если я не ошибаюсь, здесь на этой елке больше ста метров гирлянды. Да, больше ста метров. В основном там 20 метров идут елочные гирлянды. Просто нужно нарастить 5 гирлянды. У меня получилось. И лайфхак еще такой. Не вот так вокруг елки, а каждую веточку отсюда, с внешней стороны до внутренней. Вот каждую веточку прямо обматывать. И получается такой эффект, что огоньки прямо с внешней стороны. Получается эффект чудо-чудного. Волшебство. Волшебство. Маленькая здесь история будет. У меня в детстве никогда не наряжали елку. Ну, в Узбекистане, собственно, родители никогда почему-то не заморачивались. У мамы и так было очень много дел. Она была одна со мной и с братом, и поэтому елки не было. Вот жена компенсирует мне все мои детские мечтания. Елка у нас с каждым годом все красивее и красивее. Спасибо тебе за это елки. А тебе спасибо за игрушки, дорогой мой человек. И самая классная штучка на елке – это ножки эльфа. Здесь у нас притаилась игрушка с нашей красной дверью. Игрушку мы эту купили на самом деле неспроста. В Европе существует традиция. Если вы ставите красную дверь в дом, это означает, что хозяева дома выплатили ипотеку. То есть, никому ничего не должны за дом. Да. Для нас это тоже было важно, потому что мы брали первое жилье в ипотеку. И вот наш дом важно было тоже для себя прежде всего, не для кого-то. Ну да, то есть, это никому не показать, просто для красоты было на самом деле. Просто красная дверь очень круто смотрится. И я мечтала о белом доме с красной дверью. Когда мы, кстати, делали заказ на красную дверь, нам сначала так сказали – красная дверь, белый дом. Типа, что за бред? Вот. Но в итоге у нас вот точно такая же дверь, точно такой же веночек. И здесь самое интересное, что на этих игрушках, это её купили мы в ГУМе в Москве. Написано Женя, Миха, Бузя. И Бузя. Да. Это основа 2022 годом. Как мы вселились в дом, мы вот взяли такое олицетворение нового периода жизни, жизни в доме. Скажу вам вот такие конфетки. Это просто леденцы, которые вы можете в любом сладкоежном магазине купить. Нам подруга их привезла. И я решила их не кушать, а в виде игрушек сделать. И на самом деле у нас здесь всё самое такое символизирующее что-то. Сняшки, чтобы жизнь была сладкой. Подарочки. И подарков вот такие вот у нас здесь есть. Это, кстати, давно мы их покупали. Ещё когда до дома у меня всегда было желание что-то купить, что-то сделать уютное. Даже когда ещё ёлки не было. Это в Икее было куплено. Вот такие вот игрушки есть со снегирями. Это винтажные игрушки, как раньше. Какой у нас невероятный гном. Это с рождественской ярмарки в Мюнхене. У него есть небольшой секрет. Колокольчик. И на самом деле он... Глиняный. Глиняный. Это ручная работа, хендмейд. В Мюнхене очень круто. А вкусно как. У них бутерброды были не просто с сосисками мюнхенскими, но ещё и с сёмгой. Вот это... Шатай. Сколько лет прошло и всё мне напоминают эти бутерброды. Мы сейчас в процессе съёмки этого влога поняли, что у нас много историй и что здесь есть такие артефакты, что мы бы хотели этот влог разделить на две части. Поэтому спасибо вам за просмотры. Чтобы вам не было скучно. Чтобы вы не устали с вами. Не переключались. Сегодня мы попрощаемся и ждём вас в следующем нашем влоге. Всем пока. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Мы вас очень-очень любим. Спасибо вам за просмотры, за ваши комментарии, за лайки, что вы с нами. Задаете нам много вопросов. Спасибо. Интересуетесь нашей жизнью. Спасибо, что вы наша банда. Да, обязательно поставьте большой палец тебе. А что-то мы много говорим. Короче, всё. Пока-пока-пока.